В зале студенты сразу двух колледжей – медицинского и профтехникума. Сегодня их собрали для того, чтобы рассказать о ВИЧ. Об этом заболевании, конечно, слышали все. Но вот напомнить о мерах профилактики – дело важное, считают организаторы. Особенно сегодня, когда ВИЧ уже считается болезнью не только наркоманов. Сейчас болеют люди преимущественно сохранного возраста, молодого. Это 30-39 лет. Это социально адаптивная, активная молодежь. Поэтому мы всегда говорим, что ВИЧ-инфекция шагнула немножко в другую сторону. И мы работаем активно сейчас со всем населением. Целями и задачами, в первую очередь, этой акции является информированность населения о проблемах ВИЧ-спида. Это о путях распространения, путях профилактики. Таблетки от ВИЧ не существует. Поэтому единственное средство предупреждения распространения инфекции – это просвещение населения. Основные методы профилактики – это контрацепция и верность одному партнеру, напомнили студентам. Но не следует забывать, что заразиться можно в тату-салоне, во время маникюра, прокола ушей и даже на приеме у врача. Поэтому важно следить, чтобы специалист использовал только одноразовые инструменты. Конечно, ВИЧ не передается бытовым путем, но вот зубная щетка или бритва у каждого должна быть обязательно своя. В одной семье заразился брат от брата. Брат был ВИЧ-инфицированный наркоман. А второй не употреблял наркотики, но через бритву заразился. Все должно быть гигиенично. Вот эти правила мы говорим не стенам этим, а вам. Пока вы молодые, пока у вас есть здоровье, а его нужно сохранить. После лекции организаторы подвели итоги конкурса на лучшие плакаты и листовки по профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Стен газеты нарисовали студенты медицинского колледжа. Молодое поколение любит посиделки, любит все. И нужно просто уметь говорить нет, не ездить куда попало, особенно с незнакомыми. Это важно, потому что многие не знают вообще, что это за заболевание и как оно передается. Поэтому необходимо людям рассказывать, чтобы они знали о передаче этого заболевания и важность этого заболевания. В Краснодарском крае сегодня официально около 30 тысяч инфицированных, в Сочи 4 тысячи. Но это только те, кто знает свой ВИЧ-статус. На деле говорят врачи, их может быть в несколько раз больше. После лекции все желающие смогли побеседовать с врачом и еще больше узнать о профилактике вируса иммунодефицита. Также можно было бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Результаты были известны уже в течение 10-20 минут. Кстати, желающих сдать анализ студентов было достаточно много, а это значит, что сочинская молодежь ответственно относится к своему здоровью и организованная акция в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом не прошла зря.